Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. В редакцию нашего канала поступает немало вопросов помочь выращивать помидоры в открытом грунте. Как бы многие наши авторы лукавят. Почему? Потому что в открытом грунте помидоры удаются всех без исключения. Более благоприятный климатический, ну, температурный режим, но частое количество осадков способствует тому, что помидоры нарастают хорошо. Единственная проблема, которая случается с помидорами, а наступает ко времени созревания урожая. Если это засушливые зоны, например, более южные нашей Белоруссии, значит помидоры страдают в вершинной гнили. Вы видели, на плодах помидора появляется черное пятно, они подсыхают. Если помидоры более северно-юга Белоруссии, значит они поврождаются фитофторой. Поэтому у народа, как бы помидоры вырастают на кусте много, они хорошие, потом они моментально за одну-две ночи становятся бурыми, и они больше не пригодны к пищу. Труд пропадает на смарку. Что необходимо предпринять в этом случае? Для того, чтобы ваши помидоры радовали хорошим урожаем и давали вам хороший урожай. Значит для этого необходимо учесть биологию этого растения. Учтите, что котло на помидорах появляется за двух причин. Это недостаток полива на плодах и недостаток почвя кальция и бора. Устраняйте эти причины, и ваши плоды будут здоровыми. А фитофторой появляется очень простая причина. Я его специально не удалял. Видите, у меня помидоры такие красивые сидят, и листья касаются земли. А вот, если листья касаются земли, это про мой путь к заражению растений фитофторой. Поэтому мы берем ножик и все нижние листья удаляем. Но это не все. Если помидоры в таком случае знают, что у нас есть сено, солома. И под каждый кустик мы обкладываем хеном или соломой. То есть те плоды, которые будут расти, и следующие листья, они ложились на землю. Если они будут ложиться на землю, они будут повреждаться фитофторой. А вот такой коврик из хена или соломы вокруг куста, он защитит ваши растения. Но это, конечно, годится. Способ очень простой. И годится, если вы вырастете где-то 20-30 кустов помидор. А что делать тем, кто хочет вырастить помидоры, например, 100 штук, 200 штук, 300 штук? А дальше технология очень простая. Ну, во-первых, для того, чтобы вырастить помидоры в открытом грунте, и чем севернее, тем надо больше обращать внимание, мы используем сорта ранние, ультра ранние, ультра ранние, ранние и средний срок от созревания. Поднять сорта в открытом грунте вырастить как бы нецелесообразно. Потому что их можно вырастить в открытом грунте в том случае, если сильно обрабатывать химией. А сами понимаете, что химию кушать никому из нас не хочется. Насыщать свой организм различными химическими соединениями. Поэтому технология очень простая. Мы берем дугу. Дуги сейчас продаются, самые обычные. И вот по размеру этой дуги мы нарезаем куски черной пленки. Куски черной пленки плотные, потому что пленка, она будет служить 2 года. Это не на год делать такая технология. Наша за дугу она выступает 10 сантиметров в одну сторону, 10 в другую сторону. Поэтому вот если дуга у нас 70 сантиметров, пленка должна быть 90 сантиметров. 10 плюс 10. Вот. Этой дугой протыкаем пленку, это значит, пленку прижимают к земле. Далее, где пленка не дошла до земли, мы ложим какие-то камешки, брусочки. Прижимаем дальше, чтобы ветер не поднимал. А вот дальше самое интересное. В этой пленке мы делаем в шахматопарадке крестообразные надрезы. Через 35-40 сантиметров делаем надрез. И высаживаем рассаду помидор. Высадили рассаду помидор. Это уже объясняю полтора часа. Эта технология расширена на 2 года. Потому что 2 года это сооружение будет работать. Высадили рассаду помидор. Накрываем полиэтиленовой пленкой сверху. Опять же, не трудно рассчитать ширину полиэтиленовой пленки. Накрываем полиэтиленовой пленкой сверху и прижимаем. Что получается? Черная пленка днем награется. Помидоры мы высаживаем где-то в середине мая. Условия в Белоруссии. Свообразную саму региону вы смотрите. Вы можете сделать это или раньше, или позже. Я думаю, что в более южных районах проблемы с получаем раннего урожая помидор не возникает. Там благоприятствует погода. Значит, помидоры нашей ботоночкой растут. Время отрываем их поливаем. Очень хорошо. Если у вас сделан капельный полив, каждому растению подвели водичку. Каждый растений капает. Растения растут прекрасно. И так мы держим наши растения до середины июня месяца. В середине июня верхнюю пленку мы отворачиваем, но не снимаем окончательно. А я объясню, почему. Июнь и до середины июля наши помидоры растут прекрасно, как бы в открытом грунте. Их поливает дождик. Время отрываем им помогаем мы. А вот в середине июля, вторая половина июля, чем характеризуется? Днем жарко, ночи холодные. И это провоцирует развитие фитофторы. То есть бурых пятен на наших плодах. Поэтому мы опять эту пленку весной, которую мы накрывали поличвеном, мы опять накрываем в нашей посадке в обратном порядке. Накрыли. На нож накрыли, на день сняли. Нашим помидорам комфортно. Они завязывают завязи и очень быстро зреют. Уже к концу июля, начале августа у нас на пленке лежат помидоры, которые необработанные, которым не нужна обработка фитофторы. Они созрели естественным образом. Пленка награется, она не дает спорам фитофторы прорастать. Мы получаем экологически чистый урожай. И до середины августа мы весь урожай собираем, не применяя никакой химии. Так что я думаю, что этот способ очень простой. Возьмите на вооружение. Тем более, что эту пленку можно скатать и опять раскатать по градке, опять поставить дуги и сделать все по-новому. Здесь помидоры такая культура, которая может расти на одном месте, один по одному, 3-4 года. Но 2 года, это как минимум, вы будете получать прекрасный урожай помидор. Ну, далее, что еще? Кто уже растет помидор в открытом грунте, чтобы не использовать химии? Надо, чтобы не использовать химии, надо укреплять иммунитет наших растений. Иммунитет наших растений будет укрепляться. Если мы внесем, дадим в некорневую подкормку. Внести лучше в некорневую подкормку. В некорневая подкормка делается монокалийфосфат. Столовая ложка монокалийфосфата, здесь литра воды опрыскиваем в наши растения. Это раз. И во-вторых, очень полезно будет помидоры добавить на йод. Вот, мы добавим 10 капель йода и 2 грамма бурной кислоты. Таким составом мы обрабатываем помидоры. Наши помидоры, они и устойчивы к болезням, и дадут экологически чистый урожай. Конечно, мы даем подкормки. Подкормки для помидор, самое важное, это фосфонокалийфосфат. Самое простое, не использовать химии, это взять обычную древесную золу. Полулитровая банка древесной золы на 10 л теплой воды, нагрытой на солнце, разбавляем, поливаем наши помидоры. И ваши помидорчики порадуют вас богатым урожаем. Значит, резюмирую все вышесказанное, я повторюсь. Значит, самое главное, в средней полосе, в иношенном помидоре в этом грунте, не допустить касания листьями поверхности почвы. А для того, чтобы этот контакт был меньше, нижние листья мы срезаем, которые касаются почвы, и застилаем хином или соломой. Далее, подкормки золой, некорневые подкормки йодом, бором и комплексным удобрением помогут сохранить и получить вам хороший урожай этой культуры на своем участке. Проблем, как видите, никаких. Ну, а как я объяснил уже в начале, для вершинной гнили, самое главное, некорневые подкормки кальцием, используем хлористый кальций, 50 миллилитров на 10 литров воды, его можно купить в любой аптеке. И используем борную кислоту, 2 грамма на 10 литров воды. В нишли и вершинной гнили вас даже на ваших плодах не будет. Вам хорошего урожая, пусть помидоры радуют вас и созревают до всякой химии в открытом грунте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова